Всем привет, мои зелененькие братишки и сестренки! При съемках прошлой серии я столкнулся с тем, что охотничьи ловушки наотрез отказывались срабатывать. Вы мне дали массу советов, но по факту оказалось, что они работают только тогда, когда ты сам находишься где-то недалеко от них. Во всяком случае, именно так у меня сработало 6 ловушек, и палочных, и коробочных. Так что живем, ребята! Будет кожа, будет и дальнейшее развитие. В общем, наливай кофейку, бери печеньки или еще что-нибудь вкусненькое и поехали! Сразу прошу прощения за мой голос и, возможно, какие-то тупники. Я, ребята, очень сильно заболел. У меня ангина, да и плюс усугубил я все это дело тем, что на день рождения Аи мы решили съездить в Псков на пару дней. И там я что-то себя почувствовал совсем плохо. Так что, приехав домой, решил запилить такие для вас видосик, но чувствую себя, скажем так, на 3 с минусом и даже с двумя минусами. Что я тут успел сделать, значит? Ну, как я уже сказал, я все-таки немножечко ловушек получил. Тут у нас стейк из маленькой дичеты. Я поймал бобра в коробочную ловушку на сухой завтрак. И несколько кусочков мяса птицы, 4 штучки, да. Также прокачал немножечко охоту. Вот она у нас, 19 из... Точнее, 20 практически, из 75. В общем, да, живем. Есть одна шкура. Можно теперь делать, в принципе, сушильную рамку. Надо будет подумать, куда ее поставить. Так, чтобы это было удобно. Я думаю, что вообще надо ее поставить вот там вот снаружи, дома. Поставить вот здесь вот несколько сушильных рамок. И с ними уже работать. Но надо сначала понять, как они делаются. Я, честно говоря, уже не особо помню. Итак, для создания сушильной рамки нам понадобится 2 веревки и 6 прочных палок. Давайте мы это сейчас и сделаем. Причем я, честно говоря, не нашел ее в рецептах. Вот она. Пришлось посмотреть Вике. Значит, сушильную рамку создаем. Пока одну. Но у нас, в принципе, и шкура только одна. Поэтому нам больше не надо. А в перспективе, конечно, нужно значительно больше. Давайте попробуем поставить ее куда-нибудь. Вот, наверное, вот сюда. Вот так вот вдоль стеночки поставим. Где она у нас есть? Вот она, сушильная рамка. Ага, ее надо просто выкинуть, как я понимаю, да? Вот так вот она у нас получается. И возьмем сейчас шкуру. Я ее пока выкинул вот сюда. Шкура внутри. Пам-папам-папам. Значит, так, что у нас? Высушить шкуру? Ну, давай попробуем высушить. Или она не сохнет, она просто вот прямо изготавливается. Вот таким вот образом, да? Сейчас проверим. Да. Обработанная. Что с ней можно сделать дальше? Так, разрезать сухой мех. Обработать известью. И что это будет? Надо будет где-то взять, значит, известь. А известь, наверное, делается из известняка. Кэп. Не знаю. Сейчас проверим. Давайте шкуру отсюда пока заберем. Вот она у нас. Скинем ее сюда. В общем, рамки достаточно будет одной, как я понял. Так. И надо будет посмотреть, что такое дубленая кожа, как она делается. По-моему, для нее нужен воск. Но из чего она делается? Из обработанной известкой, что ли? Ладно. Я пошел изучать дальше рецепты. Кто стучится в дверь моя? Я точно слышу, что кто-то куда-то долбится. Надо пойти разобраться. Как видите, я уже практически начал бегать. Вон он, долбится в стену. Кстати, с каких пор, ребята, вы ломаете стены? Что, поумнели, что ли, немерено? Раньше, вроде, они стены не трогали. Они только двери ломали. Теперь, я смотрю, они и стены начали ломать. Что-то это совсем грустненько. Надо будет укрепляться как-то. По-моему, эти стены можно переделать в штукатуренные. Но для этого, опять-таки, нужна известка. Там, по-моему, еще что-то нужно. В общем, все это надо будет изучать, смотреть. И я не знаю, штукатуренные стены вообще прочнее или нет. Подскажите, пожалуйста. Итак, для производства, значит, известки нам нужно деревянное ведро. Которое я, подождите, сделал, не сделал, нет, еще не сделал. Но все материалы для него у меня уже есть. Там колечко деревянное, доски, гвозди, веревка. Давайте мы сейчас быстренько это сделаем. Лучше, наверное, через кольцо. Вот у нас колечко. Сделать деревянное ведро. Также, по идее, мне надо сделать уже давно колодец и водокачку. Но, чтобы сделать колодец и водокачку, надо три палеты камней. И с этим есть некоторые проблемы. Потому что три палеты камней, это дофига. У меня пока есть сотня камней, которые валяются, которые я нашел в шахте. А надо три. Так, так, так. Ну-ка, давайте, во-первых, водичкой сейчас все это дело наполним. Так, есть бутылка. Так, давай еще раз ее. Потому что уже сразу попил. И деревянное ведро мы тоже наполняем. О, что-то я перегрузился. Да, смотрите, я уже довольно быстро хожу. Иногда даже перехожу на бег. Это значит, что, в принципе, рана у нас зарастает. Потихонечку. Ну, точнее, кость. И у нас только незначительная боль осталась. Но, как видите, уже 25 число. И про пять дней, как бы то, что вы говорили, пять дней. И перелом зарастет с припаркой. Это все, конечно, чушь полная. Не зарастает. Так, где-то у нас вот здесь должен быть известняк. Вот он, известняк. Сделать раствор извести. Все, раствор извести готов. И теперь мы можем пойти, наконец-то, сделать дубленую кожу. Одну единичку. Кстати, я так и не понял, зачем там нужен воск. Хотя, может быть, сейчас я это пойму. Шкура нутрия. Так, обработать мех известью. Сейчас посмотрим, что из этого получится. И еще надо посмотреть, можно ли вот с этой сырой кожей что-то делать. Зомбячий. Раньше было нельзя. Так, значит, пустое ведро у нас оказалось. И здесь... Так, 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 подожди. Шкура нутрия дубленая. Вот, все. А из нее теперь можно, в принципе, сделать уже кожу. Ну, как я понимаю. Ну-ка, давай, посмотрим. Можно ли с сырой кожей что-то сделать полезное. Так. Высушить кожу все. Необработанная... Подожди, необработанная кожа. Окей. Крафтхелпера нету. То есть, сидите лесом, как говорится, ничего с ней нельзя сделать. К сожалению. Не знаю, почему, собственно говоря, из человеческой кожи ничего нельзя делать. Ведь еще немцы дофигачу делали из человеческой кожи. Я это, конечно, не одобряю очень сильно, но тем не менее. Так, добавить приманку. Тут у нас все кончилось, к сожалению. Давайте сухой завтрак здесь накидаем. Так, здесь убрать приманку. А здесь, значит, у нас все есть. И одна мышеловочка у нас там стоит. Может быть, у нее что-нибудь попалось, нет? Не, а ничего туда не попалось. Ну, ящики, соответственно, они сразу закрываются, как только там что-то попадается. Так, сухой завтрак давай сюда добавим. И вообще-то неплохо было бы самому поесть. Для этого у нас есть гроздь ягод. Съесть полностью. Так, давайте посмотрим. Дубленая кожа у нас есть. Значит, крафт-хелпер. Создать кожу. Создать тонкую кожу. Что для этого нужно? Деревянное ведро с танином. Господи. Сколько всего надо сделать, чтобы просто сделать долбанный фартук кузнеца. Это просто долбануться. Но для начала в любом случае надо пойти отдохнуть. Ведерко тем более у нас есть. Надо будет этот самый танин сделать. Не знаю, что это такое, честно говоря. Ну, по-моему... Не, не знаю. Надо смотреть. Все, отдыхаем. Короче, сделать у меня ее точно не получится. Потому что там надо три обычной кожи, чтобы сделать одну дубленую. А нам надо восемь дубленой кожи на этот маленький фартук кузнеца. Не знаю, сколько я буду копить эту кожу. Видимо, очень-очень долго. Поэтому давайте займемся, наверное, производством, строительством водокачки. Ну, а для этого нам понадобятся толстые веревки, которых у нас практически нету. Поэтому я решил пойти поколбасить зомбарей, поразбирать их одежду на веревочке. И, соответственно, сделать все, что нам нужно. Так, ну-ка, давай веревку... Так, порвать на тряпку и сделать веревку из простыньи. Интересно, ты что, простыней там обмотана? Так, кое-где у нас тут валяются трупачки, которые можно сразу же обработать на веревке. Я тебя на фашистский флаг порву. Ну, или на веревке. Вот это и называется, собственно, порвать... Распустить на ленточке, порвать на веревке. Все дела. И я искренне рад, ребят, что я взял перк туриста. То есть мне, в принципе, положить совершенно на дождики. Я не могу из-за этого никак простудиться. Это очень радостно. Так, давай бинокль заберем. Фотоаппарат, не знаю, разобрать его нельзя. К сожалению, энергетический батончик нам может пригодиться. Ну, и давай здесь веревочки сделаем. Значит, у нас есть тряпичные веревки. Давай создаем обычные. И с этих обычных веревок мы можем сделать толстую веревку. Нам надо их три штуки, чтобы сделать... Чтобы, собственно говоря, можно было сделать поддоны с камнями. Поддоны у меня вроде сами по себе есть. Так, да заткнись ты. Будильник сработал. Вот, совершенно не в тему. Так, давай. Веревочки пока собираем. Пока собираем веревки. Вот это, кстати, можно отсюда убрать, чтобы оно нам тут не мешалось. Так, гроздь ягод давай съедим. Вообще, на самом деле, нам надо постоянно поддерживать персонажа сытым. Вот в таком состоянии. Даже лучше в чисто зеленом таком. В ярко-зеленом. Чтобы он как можно быстрее поправился. Чтобы быстрее заживление произошло. Блин, да ты запарил реально уже пиликать. Ой, выключить будильник. Так, успокойся. Успокойся. Дамочка, отъедьте, пожалуйста, куда-нибудь подальше. Приходится, видите, с переломанным бедром бегать и заниматься вот такими вот делами. То есть, к сожалению, на базе в любом случае не получается сидеть. Так, сделать веревку. Две штуки. А сколько там надо на толстую? Это три, наверное. Три веревки надо будет. Так, ты голый уже. Увы, ах. А вот здесь вот у нас еще лежат зомбари, которых мы еще не окучили. Так, окей. Давай делаем веревочки. Дома я эти практически полностью уже обнес. Я тут искал еще мышеловку. То есть, помимо того, что я выносил отсюда всякую консервированную еду, я еще здесь искал мышеловку. И одну, как видите, нашел. Ну, маловато, конечно, одной. Так, сделать толстую веревку. Две есть. Ну, и надо еще... О, тут... А, тут они все голые, зараза. Так, дядька, иди сюда. Иди сюда, я тебя тоже на веревке распущу. Господи, не хочет никак распускаться совершенно. Так. Сколько нам получается там? Дофига надо, на самом деле, этих веревок. Значит, из трех веревок делается вроде бы из... Даже из скольки. Из трех вроде бы веревок делается вот таких вот тряпичных. Делается одна обычная. И из трех обычных делается одна толстая. Так, дядька. Блин, почему вот эту штуку нельзя никак на веревке пустить? Это печально. Так, что у нас там? Восемь штук. Сделать две веревочки обычные. Да, надо еще парочку зомбарей раздеть, и будет то, что нужно. Так, жилет на веревке. И я, по ходу дела, перетрудился немножко. Так, сделать веревку и сделать толстую веревку. Все, отлично. Пошли теперь на базу и будем упаковывать камушки. Заодно и отдохнуть было бы неплохо. Ну, все, поддончики готовы. Веревки у нас есть. Давай пока упакуем один. Так, поддон взяли, веревки в инвентаре. И здесь вот у меня, по-моему, соточка камня, да? Так, упаковать палету камней. Эээ, типа, не понял. А, все, да ладно, все упаковано? Нифига себе ты быстрый. Ладно, давайте в угол здесь вот сложим. И теперь нам надо найти еще где-то камней. Причем довольно много. И я даже знаю, где их можно поискать. Значит, берем дуршлаг. И сейчас посмотрим. Вы писали, что теперь вроде как они все отрегулировали. И теперь с одним тоже можно просеивать грязь без проблем. Раньше просто только с двумя подряд. Да, смотрите, можно. Без проблем, действительно. Так, только что у нас там по весу-то? Так, сейчас мы тут перетрудимся. Я так чувствую. Все. Пошли сортировать. Вот, единственное, что, конечно, в этой грязи дофигища всяких коробок, которые много весят. И которые нам особо девать некуда. Так, известня, каменная соль. Так, а камень-то обычно у нас есть тут вообще? Неужели мы не нашли камня? А, нашли 10 штук. Ну, не густо, честно говоря. Не густо. Ладно, пойду я займусь просеиванием грязи. И встретимся с вами уже после того, как я ее закончу просеивать. И я что-то совсем забыл. У меня же здесь есть поддон камней. То есть нам надо набрать будет всего один. Один у нас уже имеется. И пока я просеял не всю грязь, только часть. И где-то половина поддона у нас уже есть. Так, давай сюда мы скинем сейчас еще один поддон камней. Надо будет 3 на колодец. Что у нас там по камушку-то есть сейчас? 43. Я просеял где-то, ну, 200 грязи, да? Окей, давайте продолжаем дальше. Не буду вас пока отвлекать этими муторными занятиями. Продолжу все без записи. Ну, и между делом я тут кучу мусора нашел. А, сколько у меня сейчас есть? 7 маленьких мешков мусорных. Давайте пойдем к свалочке и посмотрим, что же там в этих мешках есть. Вдруг что полезное найдется? Так, маленькая свалка. Искать мусор. 7 штук. Сейчас посмотрим, найдем ли мы что-нибудь здесь полезное. Так, и что? И, 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 и что? И все? Так, мусорный пакет. А где свалка-то? Алло? Искать мусор. Ну, давай еще ищем. Сварочный шланг. Кстати, я нашел. Тинкан. Так, мусорный пакет пустой. А, так я продолжаю, да, искать? Так, все. У нас есть 5 мусорных пакетов. Лезвие для бритвы. Так, ну, и всякие алюминиевые тут баночки, которые можно будет потом переплавить. Давайте пока это все здесь выкинем. А вот это нам может пригодиться. Особенно сварочный шланг. Хотя сварочник мы уже сделали. Но, смотрите, оказывается, можно найти даже такие вещи в мусоре. Так что вещь полезная. Надо будет только апнуть свалку до среднего уровня, чтобы хотя бы медиум бокса можно было там обследовать. Потому что их очень много. Уже большие коробки это фиг с ним. Их сложно. Но вот хотя бы средние было бы неплохо. Так, вот сюда давайте выкинем мусорные пакеты пустые. Сюда же лезвие для бритвы, бумагу. Ну, здесь всякие расходники лежат. Пускай здесь и лежат. И червячков мы тут 73 штуки нашли. Так что и будет чем заправлять ловушки. Правда, они что-то продолжают отказываться работать. Не знаю. Нашел я буквально тогда 6 зверюшек разных в этих ловушках. И все. И дальше опять тишина. Какая-то фигня непонятная. Надо перекусить сейчас быстренько. Там у нас есть гроздья ягод. И идти на боковую. Потому что уже 9 часов 10 минут. И, наверное, бы пора. Кстати, да. Я решил заморозить часть картофеля вот здесь. Свежезамороженная. Так, интересно, в чем отличие? Непонятно, в чем отличие будет. Посмотрим, сколько будет там храниться вот этот картофанчик. Ну, а я пошел спать. Все. 100 камушек я нашел. Кстати, я начал бегать. Боли у меня больше нету. Так что я думаю, что скоро мы будем с вами пытаться снять гипс. И посмотрим, что же там у нас происходит под повязочкой. Под шиной, точнее. Так, но для начала давайте все-таки упакуем вот этот камень. Так, 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 подожди. Давай вот этого тоже берем в зубы и упаковываем палету камней. Все, отлично. Три палеты камней у нас есть. Давайте действительно посмотрим, что у нас там происходит с шиной. Так, снять шину. Может, он еще не зарос, кстати. Да, он еще не зарос, к сожалению. Поэтому накладываем его обратно. И будем пока с ней бегать. Ничего страшного. И что нам нужно для того, чтобы построить колодец? Нам надо 8 мартара. Все остальное, в принципе, у нас есть. А, еще одна шахта нужна будет. И копать шахту. Давайте начнем с шахты. Бур у нас тут валяется. Деревянная лестница нужна будет. Деревянная лестница требует 6 досок, 6 гвоздей, 2 деревянных бруса и столярный верстак. Давайте начнем с лестницы. Заберем гвоздики. Так, кстати, пакеты с мусором пускай тут пока поваляются. Толстая веревка. Не уверен, что она нам так... Хотя, вообще-то, она там должна для чего-то понадобиться. И, ребят, надо еще, наверное, червей пока выложить. Пускай они вот здесь вот у нас в компостере полежат. 93 штуки. Опа. А, это как раз у нас сейчас перерабатывается. Да, почему здесь, кстати, червячки новые не формируются? И вообще компост и все прочее не формируется. Фиг его знает. Честно говоря, даже не помню, не понимаю. Так, бревна есть. А, у нас есть сразу 2 деревянных бруса. Значит, в принципе, нам нужен только столярный верстак. Так, 6 досок, 6 гвоздей. Досочки готовы. И поехали. Так, 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 так. Значит, сделаем деревянную лестницу. Вот она. Деревянная лестница есть. Теперь еще мартар надо изготовить. Еще бы вспомнить, как это делается. Пока лесенку тоже сюда выкидываем. А сколько ты весишь? 20 килограмм. А какого черта ты так дофига весишь-то? Нифига себе лестница! Она на третий этаж уходит. Ладно. Фит с вами, золотые рыбки. Нам нужен мартар. А мартар делается из известняка, смальца и серой глины. И того, и другого, и третьего у нас, в принципе, достаточно. Сейчас мы возьмем вот отсюда смальца. Так. Вот он. А, подождите, смальца-то у нас нифига и нету. Смальца-то у нас мало как раз. Окей, тогда нам нужен охотничий нож. Пошли делать смолец. Для этого нам нужны зомбари. Вот он у нас, красавчик. Взять трупешник и снять кожу с трупа. А где шкурка? Вот она, шкурка. Нет, съесть точно не надо. Подожди, а что такое? А, подожди. Нам нужен мясницкий нож, не охотничий. А где мясницкий нож? Вот он, нож мясника. Окей. Отрезать голову, разделать тушку. Мясо с душком нам не нужно. Это все выбрасываем. Вот у нас два смальца с вами появилось. Ну, а скелябриков можно пока сюда целиком запихать. Кстати, интересно, сколько он весит. Скелет 3 килограмма весит. Да, нормально. Так, пускай ножик охотничий здесь же лежит. Кожу я даже не знаю. Ее теоретически надо просто уничтожать, потому что, как мы выяснили, нифига с ней хорошего сделать нельзя. Взять трупешник и следующего переработать. И где-то надо еще кого-нибудь найти, кого можно разделать. Во, тут парочка лежит клиентов. Давайте ими тоже займемся. Так, смолец у нас есть. Есть, значит, причем 8 штук, по-моему, на сколько у нас его. Сейчас посмотрим. Да, 8 смальца. Значит, нам нужна будет глина. Трижды 8. 24 глины и 8 известняка. Вроде бы и то, и другое. Третье у нас есть. Так, ну глина это точно дофига. Нам понадобится 24. Это значит 2 сумки. Распаковать обе глины. И выкинуть часть обратно. Вот, 24 глины есть. И известнячок. Он у нас вот здесь находится. Ну-ка, подожди, а мартар там? Подожди секундочку, что там еще на него нужно-то? Так, мартар. Ага. Ступка и пестик, точильный камень, либо лаборатория. Значит, отсюда мы забираем 8 известняка. И идем за ступкой с пестиком. Она вроде бы должна быть в инструментах. Теоретически, если я ее куда-нибудь не отправил в другое место. Вот она, ступка и пестик. Да, мейк мартар. 8 штук мы можем сделать. Все, 8 мартара у нас есть. А что дальше? Для начала нам нужна шахта, естественно. Значит, палаточный колышек 1, бур и деревянная лестница. Палаточные колышки. Они у нас вроде бы где-то здесь были. Или вот здесь они у нас. Да. Они у нас здесь. Нужен 1, насколько я помню, да? Палаточный кол есть. Деревянная лестница, бур. Окей. Так, где тут бур валялся? Фиг найдешь. Ой, сейчас тяжеловато будет. И есть контакт? Так, 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 так. Что у нас по шахте? Копать шахту? Что-то не хватает. Подожди, что не хватает? Всего хватает вроде бы. Что-то, говорит, нету. Толстой веревки, говорит, нету. Подожди, а сколько их надо? Так, копать шахту. Толстая веревка. Да, ругается на толстую веревку. Походу их надо несколько больше. Две, что ли, надо? Ладно, давай мы сейчас пока это все дело сюда скинем. Ничего сюда не могу скинуть. К тому же я перегружен еще вдобавок. Ладно, давайте отдельно сейчас вот сюда покидаем. Бур. Палаточный колышек. Толстая веревка. Лестница у нас в другом месте. Пойдем еще одну толстую веревку возьмем. Я даже знаю, где она у нас лежит. Она у нас лежит в машине во второй. Не вот в этой, а в той, которая стоит у нас в гараже. И кто-то к нам тут долбится, кстати, походу. Да, тут даже четыре толстые веревки. Пойдем разберемся, кто там такой хитрозадый, кто пытается у нас выломать ворота. Так. Ох ты, нихренашеньки себе. Да тут не просто хитрозадый. Тут хреново тучи этих хитрозадых. Так, а что такое? Дамочка. А что, хрен ли ты такая железобетонная? Да мать твою за ногу. Это из-за того, что я перетрудился, да? Не могу я их убрать. Кошмар какой-то. Слушай, ладно. Иди лесом. Я от вас убегу сейчас, пойду отдохну. А потом вас прикончу. А то что-то я действительно сильно перегрузился, сильно перенапрягся и вообще драться теперь не могу. Я надеюсь, они от меня теперь отстанут. И я смогу спокойно здесь отдохнуть. Так, дверь закрывай. Может, они меня не почуют, куда я убежал. Ягодки заточили, вроде бы их не слышно. Да, отдохнем. Есть контакт. Отдохнул, и у нас разорался опять будильник, потому что 18.00. Так. Здесь их нету, кстати. А где вы есть? Они опять долбятся в ворота, судя по всему. Подожди. О, нифига ты! Дамочка! А почему я тебя не вижу? Это какой-то Resident Evil, только наоборот. Они маскируются, а я их не вижу. Так, ладно. Часть завалили. Да, совершенно точно. Я не мог их завалить именно из-за того, что я был очень сильно перенапряжен. А теперь, как видите, у нас все окей, и они прямо укладываются штабелями. Надо будет, кстати, с ними потом со всеми разобраться. А сейчас надо выключить долбанный будильник, который мне прям тут сильно мешается. Так, толстую веревку я забрал еще одну. Ну окей, давайте посмотрим, что нам там не хватало реально. Слушай, что происходит? Выключить будильник. Во. Так, толстая веревка у нас там лежит. Давайте отсюда мы забираем. Где эта долбанная лестница? Вот она лестница. Э-э-э-э, блин. Тяжелая неказистая. Жизнь простого тракториста. Так, значит, копать шахту. Толстая веревка в плюсе, а вот колышков... Слушай, а может там нужен не один колышек? Вот что я думаю. Очень может быть, на самом деле. Давайте возьмем сразу несколько этих колышков. Они там весят вообще муку. И да, теперь мы можем скопать шахту. Ну, видимо, действительно надо было два. Два колышка, скорее всего. Ты здесь полежи пока, отдохни, а мы все ненужное пока сюдыть выкинем. Значит, шахта у нас есть. Что нам нужно для того, чтобы сделать колодец? А где он вообще? Вот он, колодец. Значит, мастерок, три поддона камней, три доски, шахта. А это что такое? Стил кранк. Что такое кранк вообще? Или ирон кранк. А, ворот, да? Вот это поворот. Раньше вроде бы воротка не надо было для того, чтобы сделать колодец. По ходу дела мы встряли. Ладно, пойду разбираться, что же это такое. Короче, друзья мои, мы в дерьме. Чтобы сделать этот ирон кранк или ручной кривой стартер, нужна наковальня. Чтобы сделать наковальню, надо выплавить слитки. Чтобы сделать слитки, чтобы их выплавить и при этом остаться в живых, надо сделать фартук. Ну, не то, чтобы остаться в живых. В любом случае, мы останемся в живых. Но обжигаться совершенно не хочется. Давайте посмотрим, есть ли у меня пожарная куртка. Может быть, все-таки попробуем как-то выплавить и без фартука. По-моему, там можно обойтись пожарной курточкой. Но я не уверен, что она у меня вообще есть. Так, да, пожарной куртки у меня нифигашеньки и нету. Поэтому, ребят, я не знаю. Я не знаю. Надо, может быть, как-то искать все это безобразие. Или же пытаться без него. Ну, тогда мы гарантированно практически обожжемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди. Хорошо, духовка. Крафт-хелпер. Давайте начнем тогда с формы для наковальни. Так, нам надо будет уголь где-то раздобыть. Я предлагаю для этой цели скоммунизить какого-нибудь вот отсюда трубачка и сделать из него уголь. Отлично. Спички есть, зажигалка есть. Превосходно. Можно спички, зажигалку, там шпунтованную доску, что угодно использовать. В общем, хочется сделать по максимуму быстро. Но, как видите, у нас не получается, к сожалению. Давай, подожди. У нас тут уголь-то есть уже. Сделать древесный уголь. Значит, уголек мы с вами взяли. И теперь мне надо 10 глины. 10 глины тоже есть. Так, что у нас дальше? Значит, духовка. Создание глиняной кружки. Нет, подожди. Нам нужна форма, литейная форма наковальни. Что-то я здесь пока этого всего не вижу. Короче, у меня есть такое смутное ощущение, что я просто банально не прочитал книжечку керамики и мне надо будет ее найти. Если это будет так, то... Ну, если это так, если не найду рецепт, то это будет прям, ну, совсем обидно. Сейчас мне придется очень много времени потратить на то, чтобы бегать по разным частям города и искать эту долбанную книжку керамики. Потому что формы у меня литейных вообще нету. Они должны быть теоретически в керамике, но их там нема. Как-то так. И без наковальни я, соответственно, ничего не могу пока сделать, к сожалению. Так что, наверное, придется нам заканчивать эту серию на этом. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте лайкосики. Напомню, чтобы вышла следующая серия, надо, чтобы эта серия у нас набрала хотя бы 200 лайков и видосик тем самым немножко продвинулся на ютубе. Я думаю, что вам не сложно, а мне и моему каналу будет очень-очень полезно и приятно. Ну, а с вами был Гриней. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok